Когда в пешечных окончаниях остаются только ходы королями, и один из играющих имеет возможность создать оппозицию, подобную представленной на этой диаграмме, то есть заставить противника отойти в сторону и освободить дорогу, то о нем говорят, что он владеет оппозицией. Предположим, что в этом положении белые сыграли королем на поле d4. Теперь у черных есть выбор. Они могут загородить проход белому королю, сыграв на поле d6, или же при желании могут сами прорваться королем, ответив ходом на поле f5. Нужно заметить, что короли находятся друг напротив друга, и число полей между ними нечетное. В данном случае одно. Такая форма оппозиции называется прямой. Оппозиция может принимать не только описанную выше формы, но и изображенную на этой диаграмме, которая называется диагональной оппозицией. А на этой диаграмме показана боковая оппозиция. Практически все это одно и то же. Короли во всех случаях стоят на полях одного цвета. Расстояние между ними всего одна клетка. И тот из играющих, кто ходил последним, владеет оппозицией. Если, исходя из изображенных на диаграммах позиций, отодвинуть королей в противоположные стороны на один или на два хода, оставляя при этом соответственно на той же вертикальной, диагональной или горизонтальной линии, то получится положение, которое может быть названо дальней, прямой, диагональной или боковой оппозицией. Оппозиция имеет очень большое значение и принимает иногда довольно сложные формы, допускающие, однако, всегда математическое решение. Но для нашего изучения пока достаточно ознакомиться с простейшими из этих форм. Во всех простых случаях оппозиции, когда короли находятся на одной линии и число полей между ними четное, тот из играющих, чья очередь ходить, владеет оппозицией. Покажем, как в изображенном положении может быть использовано огромное преимущество оппозиции. Позиция очень проста. На доске осталось очень мало сил. И положение может показаться равным. Однако это неверно. Выигрывает тот, чей ход. Мы уже показали, что короли находятся прямо напротив друг друга. И число промежуточных полей четное. Теперь посмотрим, как в подобных положениях достигается выигрыш. Вначале нужно идти прямо вперед. Черные избирают здесь ход на f6. Теперь белые могут использовать возможность выбора и сыграть королем на d5, прорываясь таким образом своим королем. Или же пойти на f4, загораживая дорогу черному королю и сохраняя при этом оппозицию. Простой расчет показывает, что первый путь ведет только к ничьей. Поэтому белые избирают второй. Черные отвечают ходом на g6. Белый король встает на поле e5. Черный делает ход на g7. Теперь можно убедиться подсчетом, что белые выигрывают, завоевывая черную пешку b. В рассмотренном варианте игра сравнительно проста. Но у черных есть другие способы защиты, создающие большие затруднения противнику. Начнем еще раз сначала. Первый ход. Белые идут на поле e2, а черный король ходит на поле d8. Дальше возможны варианты. Если белые сделают ход на поле d3, то черные пойдут на d7. А если белые пойдут вперед на поле e3, то черные окажутся на поле e7. И в обоих случаях черные получают оппозицию. Если король находится один против другого, и число полей между ними нечетное, то оппозицией владеет тот, кто ходил последним, то есть играющий черными. Возвращаем фигуры на место. Для того, чтобы выиграть, белому королю необходимо наступать. Для выигрыша остается лишь сыграть на поле f3. Это и есть правильный ход. Отсюда видно, что если противник делает в подобных случаях так называемый выжидательный ход, то нужно наступать, оставляя между своим и неприятельским королем свободный вертикальный ряд. Итак, король черных отвечает ходом на e7. Наступать белым нельзя, так как черные, поставив своего короля против белого, получили бы оппозицию. Теперь черед белых сделать ход, аналогичный первому ходу черных, а именно на e3, что приводит к уже рассмотренному варианту. Вам полезно освоиться с маневрами королей в различных случаях оппозиции. Часто от этих маневров зависит выигрыш или проигрыш партии. Следующая позиция служит прекрасным доказательством важного значения оппозиции как средства защиты. Белые потеряли пешку и, кажется, должны проиграть. Однако у них есть способ достигнуть ничьей. Обратите внимание, расположение пешек не позволяет белым сделать ничью посредством простой оппозиции. В самом деле, если король белых сделает ход на поле f1, простая оппозиция, то черные ответят ходом королем на d2. И далее белый король пойдет вдогонку на поле f2. А черный делает ход на d3. И белые из-за своей же пешки f3 не могут удерживать необходимую для безопасности боковую оппозицию. Поэтому белые прибегают к другому способу, к дальней оппозиции. Вернем фигуру на место. Король белых делает ход на поле h1. И получилась дальняя оппозиция, которой владеют белые. И игра продолжается так. Черный король идет на поле d2. Белый сделал ход на h2. Черные делают ход королем на d3. Белый король движется параллельно ему на поле h3. Черный король пытается угрожать пешке белых f3. Но на ее защиту на поле g2 встает белый король. Образовалась простая оппозиция, которой владеет белый король. Черный король сделал ход на поле e3. Белый делает ход вслед за ним на поле g3. Черный король больше не может продвигаться прямо и сделал ход на поле d4. А белые с поля g4 угрожают пешке противника. И черный король вынужден вернуться на поле e3. После чего и белые возвращаются на g3, не переставая удерживать оппозицию. И вы видите, что получается ничья. Обратимся к начальной позиции. Если белые начнут игру также ходом на поле h1, а черные ответят ходом пешки на g4, то белые не берут пешку. Если они ее возьмут, то следующий ход черных на поле e4 приведет черных к победе. Вернем пешки на место. Учитывая сказанное, белые делают такой ход. Королем на поле g2. У черных возможны варианты. Они могут побить пешку белых на поле f3. И тогда король белых, в свою очередь, побьет их пешку с последующим ходом на e4. И перед вами ничья. А вот другой вариант ответа черных, который приводит к такому же результату. Вернем позицию. Черные делают ход королем на поле d2. А белые бьют пешку черных на поле g4. Черные двигают пешку на поле e4. И простой подсчет показывает, что обе стороны проводят ферзей, и игра заканчивается в ничью. Игра заканчивается в ничьи. Игра заканчивается в ничьи. Игра заканчивается в ничьи. Продолжение следует...